Значит, охота на Пентакварк. Почему я взял вдруг странную эту тему? Да потому что три года назад, когда объявили о том, что Пентакварк наконец найден, у меня возник момент счастья, потому что было такое ощущение, что у меня будет несколько знакомых лауреатов Новельской премии. За Пентакварк дают Новельскую премию. И вот группа из трех господ, которые работали, родили институты ядерной физики в мое время, они, значит, в свое время, в это же время, кстати, сформулировали, то есть предсказали его существование, каким он должен быть, вот этот самый Пентакварк. Я недолго радовался, я залез в интернет и с прискорбием заметил, что Дмитрий Игоревич Дьяконов уже несколько лет как умер. То есть он до этого события не дожил. В общем, вот. Но в дальнейшем выяснилось, что тот Пентакварк, который предсказали Дьяконов, Петров и Поляков, но на самом деле говорят, что Поляков, да, самый большой член их ансамбля из трех человек, их группы, вот он, он впервые заметил, что такого рода частица должна существовать. Значит, о чем пойдет полностью речь? То есть мое выступление имеет, буквально, возникнет такой исторический аспект. Таков, о чем пойдет эта речь? Ну, мы знаем, что существуют некоторые кварки в рамках хромодинамики, то есть теории сильного взаимодействия, что эти кварков шесть, что они имеют дробный заряд, и самым распространенным состоянием вещества, это бывают либо троицы, либо двоицы. Троицы – это когда у тебя набираются три кварка, таким образом, что их суммарный заряд, например, становится целым. А двоицы – это когда у тебя есть пара кварк-антикварк. Это как бы самое распространенное состояние в материи. Но с другой стороны, становится известно, что возможно тетракварки. То есть двоица, кварк-антикварк, еще двоица. И они между собой связаны. И действительно, такие состояния в начале этого тысячелетия были найдены. То есть это тетракварки. Кроме того, стал интересен вопрос, возможно ли пентакварк. И вот за пентакварком охотились-охотились, и три года назад его нашли. Вначале там написали вот эту группу дьяконов, которые типа ее предсказали. А потом убедились, что тот, что они нашли, предсказанному дьяконовым со товарищами пентакварку, не имеет никакого отношения. И статьи в Википедии из пентакварка, их исключили. Вот такой прискорбный факт. Это второе обстоятельство состоит в том, что у меня, по всей видимости, никогда не будет ни одного знакомого лауреата Нобелевской премии по физике, к сожалению. Что грустно на самом деле. Я опять обращаю на этот фундаментальный показатель. Он состоит, что часто российские физики не получали Нобелевскую премию не по той причине, что их работы на нее не тянули, а просто очень часто просто не доживают. Вот Дмитрий Игоревич, грубо говоря, к этому моменту, когда у него все ходили, и у Петрова, и у Полякова брали интервью, он до этого момента просто-напросто не дожил. Что заставляет задуматься весьма... Он такой был парень-то, очень спортивный, хотя с 1946 года. Мы с ним одновременно ходили в бассейн. Пияфа, он там плавал, то есть не вместе, а одновременно. А я там всех местных лягушек разгонял, прыгал с вышки, с трех, с пятиметровых. И те были времена, что человек действительно был спортивный, тем не менее в 63 года умер. А в те времена, когда надо было кому-то переехать и затащить на пятый этаж холодильник, этот холодильник клали на меня, я его тоже заносил. А вот сейчас, грубо говоря, инвалид на протезы. Так что не занимайтесь спортом. Это расклад. Теперь, значит, мы заходим вот в эту самую картинку, в которой я не являюсь ни в коем случае не специалистом, и стараемся понять, что у них удалось, и что им не удалось. Вообще говоря, квантовая хромодинамика очень странная наука. То есть, с одной стороны, она позволяет достичь определенного рода качественных предсказаний. Ну, например, она говорит, что если у тебя какая-то частица распадается семью способами, то, значит, на каждый канал распада будет примерно 15%. Да, и вероятность именно каждого канала будет вот примерно... И она из своего кваркового состава, например, говорит, что вот эта частица может распадаться семью способами, а другая частица тремя. И это в эксперименте видно. Но с другой стороны, она не позволяет оценить вообще ничего, посчитать. Ну, вообще ничего. Например, фундаментальный факт посчитать массу какой-нибудь элементарной частицы. Да, для квантовой хромодинамики этот вопрос практически не решаем. Более того, всякий раз находят низкоживущие некие состояния, так называемые резонансы. То есть частица живущая, значит, очень короткий промежуток времени. На сегодняшний день принято считать, что это возбуждение какой-нибудь элементарной частицы типа протона, то есть кварковое, внутреннее возбуждение. Но всякий раз, когда они находят резонанс, физики очень долго думают, о возбуждении какого кваркового состояния эта новая частица резонанса является. И это некая нетривиальная задача, с трудом невыполняемая, но выполняемая людьми, и которая опять показывает, какая низкая предсказательная сила вот этой самой науки. Точно так же, из некоторых простых соображений, группа Дьяконова, точнее, впервые, это Макс Поляков заметил, он, значит, обратили они внимание, что должен быть очень легкий пентакварк из пяти, из двух У-кварков, двух Д-кварков, и одного С-кварка, то есть странного. То есть у него должен быть специальный некоторый заряд, так называемая странность, отличного от нуля. И действительно, с 97-го года по 2003-й, порядка 12 групп заявили, что они такие частицы видели. Эти частицы были массой где-то полтора гига, гигаэлектронвольта. Они их заявили. После этого, каждая из этих экспериментов проверялась другими группами, ну, например, в Джефферсоновском лаборатории, группой ГЛАС. И что они видели? Они видели, что никакого вот этого состояния, полутора гигаэлектронвольта, они не наблюдают на более высокой статистической выборке. И на сегодняшний день, вот с этим, с легким пентакварком, предсказанным группой Диаконов, сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, некие старые эксперименты, совершенно они не дезавуированы, и они говорят, что действительно наблюдалась какая-то частица с очень высокой вероятностью, там до 9 сигн дело доходило, с очень высокой вероятностью. Но с другой стороны, оказывается, что аналогичные эксперименты, поставленные в тот же самый момент, показывают, что никакого этого самого пентакварка здесь не наблюдалось. почему как, почему непонятно. И вот эта самая ситуация зависла. Но она изменилась до 3 лет назад, то есть до 15-го года, когда на большом адронном каландре группа LHSB провела некий эксперимент, и в некой области, где никакого пентакварка никто никогда не ожидал, они его наконец-то нашли. Это пентакварк, значит, их даже сразу же 2 нашли. Первый, Стас, это у него масса 4450 мегалектонвольт, то есть 4,5 гигалектонвольт, то есть приблизительно 4 протона, да? А у второго, очень близко, чуть меньше, 4,380, у него тоже, значит, он пентакварк, и его тоже 4 приблизительно протона. Спин у первого, 5 вторых, счетность положительная, у второго спин 3 вторых, счетность отрицательная. Удалось высокой точностью темне сказать, что это пентакварк следующего набора. 2у, да? Д и С, С-, да? То есть вот такой у него набор получился у пентакварка. Мы видим, что никакого, никакого, значит, странного, странного кварка сюда не входит. Сюда не входит. Стали думать, что это такое, что это такое. На сегодняшний день концепция, она состоит в следующем, что у нас состоит, да, есть 2 частицы, одна из трех кварков, вторая из двух кварков, да? Которые связаны между собой не с сильным заводействием, а слабым. То есть приблизительно вот некий такой атом, атом кварков, мезоатом, да? Который, значит, он из него, вот эта самая ситуация состоит. Никакая теория приблизительно их фундаментально в этом диапазоне не предсказывала. И сейчас, конечно, сделает. А пентакварка вообще говорит... Сделали уже теорию. Ну, наверняка. Приказание сделает. Ну, наверняка. Ну, ты понимаешь, в чем ситуация она состоит? Что это загадочная сфера человеческого знания, больше всего напоминающая по своему аппарату размышления этих ученых средневековых по поводу сколько чертей находится на конце иголки. У них же все, чего они там не считают, у них все расходится. Все величины их бесконечны. Ты знаешь, как они с этим делом поступают. Они берут некоторую часть аналитическую, да? Какую-то последовательную. Вычитают ее таким образом, что расходимость, то есть точка бесконечности, она сокращалась. И после этого то, что останется, они называют правильным ответом. Они пользуются таким замечательным механизмом, как метод континуального интегрирования, как ты знаешь. Он везде. Напомню, что такое континуальное интегрирование. Мы можем один раз проинтегрировать функцию. Можем ее три раза проинтегрировать в функцию. Мы можем интегрировать ее, скажем, по счетному количеству переменных. Не функцию, функционал. Функционал, да, функционал. По счетному количеству переменных. А тебе представим, что у этих переменных будет континуум. То есть столько же, сколько точек на отрезке от нуля до единицы. И это будет называться такой способ сложный, рафинированный, ему надо долго учиться, но можно научиться. Требует большого способа, чтобы отойти до этой математики и ума, и таланта, и неслабых способностей, и усидчивости. И чего он только не требует. Но у него есть небольшой дефект, что в зависимости от метода, каким ты интегрируешь, ты получаешь разный результат. Никак его обосновать невозможно. Поэтому черти, черти, на конце иголки. Такова вот физика. Ты правда говоришь, что в Гауссовом случае этого нет? Да, в Гауссовом случае нет. Практически все континуальные интегралы в теории пользуются. Гауссов, да. Такое есть. Там вот этого вещи нет. И мы, когда наблюдаем вот эту самую теорию, когда одни эксперименты предсказывают, тут же опровергаются. Но старые не дезавируются. Мы видим, когда никаких масс посчитать нельзя. Когда все, что у тебя есть, это громоздкие вычисления на решетке. И мы, можно сделать, наблюдая за всем этим, высказать определенную роду недоумения. Ведь я Макса Полякова немного знаю. Никогда с ним ни на какую серьезную тему не говорил. Он где-то на 5 лет меня старше. Все, что мы там делали, он дружил с Димой Аристовым, а мы с Димой Аристовым вместе работали. Поэтому как-то мы немножко пересекались. Те же самые холодильники на Диме Аристову на квартиру таскали. В общем, речь идет о человеке, считавшегося исключительно способным. Ну вот просто совсем. То есть, когда он там защищал кандидатскую диссертацию, у нас в секторе прекращался семинар, все ходили на него слушать, как он там диссертацию защищает. Что обычно не происходит. Малеев так поступил. Под них позже, под группу Диаконова, в Германии создались целые институт теоретической физики. То ли Кульгурский, то ли Рейнский. И тем не менее, результат, вот ему сейчас уже много лет по ходу, вроде бы он, конечно, с этим не согласился, совершенно нулевой. А почему результат-то нулевой у человека с экстраспособностями? Это, кстати... В смысле, как нулевой? Ну вот нулевой результат. А чего? Все, ничего, не сделано. Ну как оно? Ну а диссертация-то его, а может там, сезонная? Ну так и что? Вы понимаете, ведь в общем-то понятно, что всей этой физикой, дело времени, ее просто вообще всей не будет. Но она вот будет полностью. Все результаты будут исчезнут, превращаться в ноль. Про них просто забудут. Это, как говорится, в древнем еврейской анекдоте. Дорогая, я сходил к врачу, и теперь могу сказать, все то, что мы с тобой принимали за оргазм, называется на самом деле астмой. Вот. Здесь очень похоже. То, что люди всю жизнь принимали за физику, на самом деле, оказывается, является астмой. Астмой. Совсем там исчезнет, я сомневаюсь. Я думаю, что совсем. Просто вообще ничего не останется. Просто вообще ничего не будет. Про теорию поля говоришь? Да. Выжженное поле будет, конечно, безусловно. А почему это? Потому что мы же знаем немецкий гомольдтовский университет. Он как был устроен? Он был устроен, что много всяких дисциплин, биологический, физический. А верчало его что? Кафедра натуро-философии, например, которую, например, в каком-то университете возглавлял Эрнст Мах, допустим. Потому что кажется, что мы будем следовать за математикой, считать континуальные интегралы, черт его знает, что делать еще. Чертиги на кончике иглы. Но тем не менее, пока мы не задаемся натуро-философскими вопросами, что такое пространство, что такое время, что такое сущее, что такое, вообще говоря, материя, то всем нашим вот этим подобного рода вычислением грош-цена. И все, что мы будем иметь, это воспроизводимую теорию квартовой хромодинамики. Ведь действительно странная вещь была до 60-х годов, до конца, когда физическая теория давала большое количество всевозможного рода важнейших практических результатов. И начиная с 60-х годов это прекратилось. Нет результатов у физики. То есть теории как бы есть, люди потеют и греются, компьютеры работают, диссертации защищаются, пентакварки находятся. Но результатов практически нету. И эта картинка не случайна. То есть что-то там в этом механизме, в некоторых основаниях, оно сломалось. Как к нему пройти? Ясно, что когда человек, научившись считать континуальные интегралы, освоивши физику элементарной частицы, теории поля, посвятив этому жизнью, он, конечно, с пеной на рта будет отстаивать свою точку зрения, что его жизнь прошла не зря. А это не так. Жизнь прошла зря. Но это непонятно. Этого никто не знает, по большому счету. Понимаешь? Ты так категорично упраждаешь, этого никто не знает. Почему не знает-то? Знает? Неизвестно, что останется от этой науки, в какой степени будут ее останутся, в какой они будут... Ну не, ну конечно, там что-то останется. Есть же у тебя в ядерной физике большое количество некоторых правил, типа закон сохранения четности, эмпирических, которые хорошо работают, ну скажем так. Ну а что там? Теория электрослава взаимодействия, допустим, чем она плака. Так ты, у тебя посередине ее торчит загадочный эксперимент. Он состоит, что у тебя есть ситуация слабого распада, ну любого, да? Ну слабого распада, ну скажем, распад нейтрона, да? Но в этом самом эксперименте ты не в состоянии никогда фиксировать результат этого распада. Вот ты не можешь фиксировать. Ну у тебя распадается нейтрон на три частицы, и ты все три частицы не можешь никогда фиксировать. Он просто принципиально не может. Почему? Потому что у тебя вероятность взаимодействия нейтрино-реакции с веществом близка даже не к нулю, там, ну, 10-23 см2 там в сечении взаимодействия какое-то. Вот. Ты его никогда найти не можешь. Вот. Поэтому у тебя посередине теории слабого взаимодействия торчит большая дырка. Она состоит, что сам по себе слабый распад не наблюдает. ты потом говоришь, а вот это нейтрино, вот у нас теория есть, из таких-то соображений оно должно вот там появиться, здесь, а давайте посмотрим, там, чего-нибудь там узнаем. Но это, но прямого эксперимента нет. В прямом эксперименте ты не можешь уловить нейтрино как один из результатов восходящей той линии. не ловят? Какие ловят-то? В смысле, ну, солнечные не трекидают. Ну так солнечные, но это же, ты же не знаешь, что какой у тебя там идет, какая там идет реакция. Как ты знаешь, что происходит. Да. То есть у тебя есть некоторая частица, которая изначально была придумана как число гипотетическое для того, чтобы сохранить право на непрерывный спектр А, и второе, на закон сохранения энергии. А потом ей придумали, что ты можешь сделать. Но с точки зрения некой методологической, нонсенс, это нонсенс, потому что ты результатов распада простого нейтрона всех ни в одном эксперименте поймать не можешь. Любой у тебя слабый распад, всех его результатов ты их наблюдать не можешь. Ты можешь наблюдать, что у тебя не наблюдает закон сохранения энергии. Ты можешь наблюдать, что у тебя не сохраняет закон сохранения четности. Ты это все видишь. И ты исправляешься то при помощи костыля, который называется нейтрино. Но самого самого нейтрино, кто его видел, кто его слышал, Кто о нем что может сказать Люди бьются, пытаются найти у него массу Одни говорят, что эта масса должна быть А с другой стороны найти ее никак не может Какая-то она очень маленькая Хотя сказать, ну она такая Раз масс, значит летит со скоростью света Меньше, а летит с большей Ну с большей это как бы там вопрос Спорный А летит с большей, почему летит с большей Может она не летит Может это как тогда сказали на Большом Андронном коллайдере Волновод они в то гнездо Что-то воткнули Но есть же астрономический результат Астрономический, просверхновый Что нейтрино пробивает раньше Чем фотоны Ну чем свет И так далее И вот этот вопрос они все Они заметены под ковер Всех эта ситуация устраивает Что ничего посчитать нельзя Что ты приходишь Что все величины от тебя обращаются в бесконечность И тебе надо как-то привести При помощи каких-то странных прыжков И каждый при этом лупит кто в барабан Кто в бубен Кто просто дает другому в морду И так далее Вот они так его считают И это разные способы Есть для этого И это всех опять повторяю Устраивает Удивительная ситуация То есть как бы оказывается Современная физика Это вот такое Некое большое кладбище талантов Вот я тут посмотрел сериал Называется Миллиарды И там Талантливый психолог Поверет интервью У девочки Которая собирается лететь на Марс Я спрашиваю А чем ты вообще хотела заниматься А понимаете Говорит Я планировала У меня половина сокурсников Занимаются либо физико-элементарно Стиц Либо стартапами Вот я решила Физико-элементарно Ищетить не заниматься Потому что у меня Есть избыток самоуважения То есть с точки зрения Современного Физика Да То есть физика Это место Куда люди идут У которых явный дефицит Самоуважения Которые не уважают себя И эта кардинка Она несущественная Это вот Уже больше 50 лет Вот так болтаются Ищем пентакварки И несуществующие нейтрино Вот эта картина Поэтому у меня Вот сегодняшнее Такое Мое замечание Несколько Разочаровывающее Потому что я надеялся Что у меня хотя бы будет Один знакомый Макс Поляков Лауреат Нобелевской премии Оказалось Вот никак Вот никак Значит надо с одним получать Догонят Еще раз дадут Ну что все Все Продолжение следует...